Вот, например, 8 число, последний номер. Получили мы 10. Свежих газет Иршат Гафаров не видит больше полугода. С прошлой зимы, по словам мужчины, почтальоны перестали их приносить. Да и вся периодика теперь только в местном почтамте приходится самим идти и забирать. Три километра до почты. А там всегда народ бывает, еще надо ждать. А раньше у нас была почтальонша, Ирина, называли ее. А на каждый день дождь, погода приходила. Сегодня в Столбичах живет 6 тысяч человек, и на всех них приходится одно почтовое отделение. Сюда, в это здание, люди приходят, чтобы получить свои письма, газеты и пенсии. Сложно представить, сколько нужно людей, чтобы обслуживать их всех. Четверо. Четверо. Это в штате они? Да, конечно. Четыре почтальона плюс заведующие. Таков штат отделения сегодня. Но селяне считают, что и заведующие вынуждены брать на себя львиную долю работы, носить почту, работать кассиром, продавать товары. Почтальонов 5-6 было, а сейчас осталось одно и то на время просто подрабатывать. Все ушли. А что пенсии, деньги-то не платят, нифига, побегать тут по улице-то. Просто жалко. Я говорю, вот это какая хорошая девушка сейчас вот устроилась на работу. Прям вот просто прелесть. Она старается, уж можно сказать, чуть ли не ночует здесь. Но она не успевает просто-напросто. Почтальонов нет. В июне заведующая написала заявление об увольнении. Сегодня почта ищет новых сотрудников. Но соискателей не так много и местные боятся, что отделение вовсе может закрыться. Их поспешили успокоить в столичном почтанте. Начали подбор, то есть кандидатуры на антивакантные должности, на оператора и начальника. Если до даты увольнения настоящего сотрудника не удастся подыскать кандидатуру, будут направлены сотрудниками мобильной группы. На такие меры почта пойдет, если на вакансии никто не откликнется. Остается неделя. Жители переживают, лишь бы не пришлось ходить за письмами в соседнюю деревню. Ромель Шайдулин, Игорь Романов, ТНВ, Лаишевский район, Казань. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова